У Украины есть две задачи. Так. Это принципиально важно. Если она сосед империи, ну вот во все времена, если ты сосед империи, то у тебя есть две задачи. Ты должен быть многочисленным народом. Ты должен быть многочисленным народом, иначе тебя не сдобровять. И ты должен быть милитарным народом. Вот тогда ты можешь существовать в каких-то условиях. Точно такие же задачи стоят перед Украиной. У нее есть две главные задачи. Во-первых, народ должен расти численно не за счет приглашения гостей, а за счет повышения рождаемости. Нужны экстраординарные меры. Я придумал себе для развлечения такую меру, я сейчас скажу зрителям, пусть они подумают. Ну, пятница вечер, как раз время подумать. Как раз подумать, да. Да, да, у них есть время, да, суббота воскресенье. Так вот, я считаю, что мы должны быть экстраординарные меры, потому что вы знаете, что это должны знать все, что рост населения связан с желанием женщины иметь сколько-то детей. Ни мужчины, ни государства, никто не может. Только женщина решает. Вот то, сколько хочет иметь женщина, такой будет рост. Так вот, я считаю, что мы должны какую-то экстраординарную меру, и я ее придумал, это если женщина рожает третьего ребенка, то она становится государственным служащим. То есть, ей платят гроши. Государственные служащие, то есть, она на работе, пенсия, отпуск, все. И статус соответствующий. Я считаю, что только таким путем мы можем обеспечить рост нашего населения, потому что иначе у нас не о чем будет с вами говорить потом. Второе, это милитаризация. Так. Милитаризация. То есть, только непрерывная милитаризация, как задача главная, может нас обеспечить на существование рядом с империей. Даже если эта империя уже разлагается, то процесс разложения империи это очень опасный процесс. вот эти две задачи, когда говорят, какие национальные задачи у Украины, я считаю, что две национальные задачи. Высокая рождаемость и милитарность.